все чаще я задумываюсь о том чтобы сменить свою квалификацию фифером как получается быть не так уж и просто по крайней мере умеющим играть фифером просто в реальном футболе как и тоже не сложилось остается мне пойти в smr ладно шутки шутками но все не хотелось бы поговорить на довольно серьезную тему на тему того почему же я так сосу в кубке фиферов мнение в комментариях разделились кто-то пишет ну не повезло это фифа бывает кто-то пишет что я сосу потому что просто не умею играть фифу кто-то пишет что я не справляюсь нервиками ну и какой-то процент людей также пишет что ну не повезло с команды все в том или ином роде имеет право быть ну и чтобы вам не было особо скучно слушать мой пиздеж я решил на фармить 31 пак 81 плюс невероятно крутые паки я могу об этом вам с уверенностью заявлять сейчас вы увидите реакцию на игрока который мне упал совсем недавно на по обложке вы уже поняли что мне упал криштиану рунальду 95 рейтинг ты чё такое откуда как зачем почему ебать охуел вообще нежданчик сидел точнее лежал у себя тут на кровати и тут на нахуй вот как нужно делать покупки я просто лежал на диване пердел открыл один пак один пак я почувствовал себя чуваком из комментариев обычно ты лезешь в комментарии пишут открыл один пак мне там для 99 и месси выскочил абсолютно те же эмоции я реально просто лежал никого не трогал открыл один пак и не дропнулся к криштиану роналду блин мне уже столько криштиану роналду падал и синий и оранжевый и зеленый и обычный и рекорд брейкер боже мой у меня прям все цвета радуги от криштиану роналду кто бы что не говорил что уже закат фифа там все такое но ловить роналду всегда приятно особенно учиться что это был один один всего лишь единственный пак на самом деле я ни во что не веру ничего не жду но при этом не сразу же волкаут падает аргентина форвард кто там есть это мартинос и как-никак кстати сейчас можно обсудить тему того правильную ли команду я пикнул честно сказать видя какие карточки сейчас добавляют фифа я уже тысячу раз пожалел о том что я взял аякс кому-то может показаться вся команда в тоцах какая красота ну вот этот вот молодой человек точно не играет на свои статы я вам базарю 90 плюс даже не пахнет то же самое говорю о мартини ази да глиофика хорош да блин это просто какой-то цирк про вот это вот чудика я вообще молчу через фланг пазешника мне последний гол забил как раз сибскана кстати многие писали о том что я должен был переключиться там на игрока я вроде пытался это сделать но мои два долбоеба почему-то столкнулись некоторые люди не заметили этот момент в ролике но фифа такая фифа что уж тут поделаешь единственное кто плюс-минус играть на свои статы это зиэш да про нероса ничего сказать не могу типа такой себе пацанчик ну и промаз промаз это тоже какая-то шутка статы такие что просто хочется брать и выносить всех подряд но при этом он не играть на эти статы я не знаю я не могу сказать что я играю супер охуенный могу сказать что играю супер хуево но отличить хорошую карточку от плохой я могу как бы вам это не нравилось я понимаю что в руках у киберспортсмена условно какой-нибудь там я не знаю бабе может показаться каким-то убийцей допустим но опять же касаемо темы аякса я тысячу раз пожалел и учитывая какие сейчас карточки выходят регулярно там и байру подгон и интеру подгон и это вообще какая-то сказка совсем недавно а точнее сегодня выходит эриксон 5 плюс 5 вау то есть я в теории мог взять интер и сейчас просто кайфовать но кто же знал кто же знал та же ситуация с миланом это это вообще шутка какая-то что ли дают кисе у которого все статы 90 плюс и дают практически бесплатного златаны ибрагимовича это просто супер карта от которой просто челюсть ходить ну посмотрите на статы ну не балансы ничего не доебешь ну и к слову и первую и вторую карту я собрал то есть я мог играть миланом вот с двумя такими карточками а играю аякса опять же здесь можно уткнуться в то что я просто играть не умею поэтому собственно и сливая все матчи возможно как я вам говорил я не отыграл ни одну викенику лично сам и преимущество играю в низших дивизионах потому что я постоянно выбиваю все карточки я не знаю как назвать возможно это какая-то зависимость от того чтобы постоянно выбивать карточки как знаете как с теми же ачивками то есть когда я начинаю играть в игру об этом я тоже говорил мне хочется выбить все ачивки и по итогу сделать платину сейчас собственно чем я занимаюсь в игре last of us 2 шикарная игра ребят вот и такая же фигня фифе происходит я вижу допустим захожу сюда в задачке вижу что бесплатно отдается бруно фернандеш я не могу стоять я понимаю что играть дохерану мне хочется играть мне хочется выбить эту карточку и при этом я понимаю что я себя сидел в каком там четвертом или третьем дивизионе то я бы потратил миллион часов миллион часов больше нежели играя там в десятом девятом диве поэтому собственно я играю на таком днищемском так скажем ранге чтобы опять же вы понимали насколько я извращенец вот сегодня я выбил златана я сегодня же выбил куба как ему к японцы не выбить статы 94 также я выбил для себя минди там нужно было играть около 50 матчей мне кажется просто с ума сойти ну и вот к чему я веду я выбиваю карточки играю в низших дивизионах соответственно скилл не растет я не играю викинг лигу я вам уже об этом говорил но самая главная проблема как мне кажется кроется в том что сильно нервничаю типа вы знаете можно там взять условно какую-нибудь стопроцентную статистику и по чуть-чуть по чуть-чуть вырисовывается целостная картина там 20 процентов не повезло составом там я не знаю 30 процентов то что я играть не умею и там процентов 70 из-за того что я дико нервничаю я уверен что если бы я с тем же севскана всем же джеффом играл бы без нервяков там сидя какой-нибудь кальяна я бы как мне кажется на изи возможно раскатал возможно и по крайней мере джеффом мы отыграли там 50 50 практически всегда игра но опять же тут есть такие условности как состав соперника опять же ну типа бавария это не какая-то бич команда которую можно налегке вынести то же самое и липциг севскана так тем временем я тут на фоне жопаки открываю вы не забывайте фабинио 86 мне падает приятный дроп приятный то есть не мне вам говорить о том что даже безрукий человек сможет обыграть вас фифа 20 также не забывайте про промокод пандос который даст вам бонус на старте ну и в общем то хотелось бы извиниться перед тем кто за меня болел я читаю ваши комментарии вижу что кому-то действительно важно чтобы я побеждал но так или иначе я делаю все что могу опять же самая главная проблема кроется в нервиках с которыми я не могу совладать ну некоторые до пишут ну ты не нервничай на бумаге звучит легко типа ну не нервничай ну окей не нервничай ну так это не работает это куда глубже надо углубляться в недре своего сознания и там уже какую-то аналитику делать я не знаю но не получается ну такой у тебя человек эмоциональный где-то перебарщиваю с эмоциями с моральным каким-то состоянием это не контрится говорится не знаю чего с этим делать вообще не понимаю мыслей даже нет ну будет тупо сейчас идти там я не знаю психиатру психологу куда-то нужно ходить чтобы обсудить вопрос о том что ну вот я как бы кубок фиферов играю не поможете ли мне я что-то как бы это пульс за 170 уходит мне как-то херовато в любом случае я рад принять участие в этой движухе мне нравится активность мне нравится ваша поддержка я читаю многие комментарии безумно нравится что есть люди которые поддерживают даже несмотря на то что я проигрываю 02 я читал ваши комментарии по поводу моей короткометражки которая вам тоже зашла это приятное действительно приятно в первую очередь это шоу я стараюсь делать шоу как мне кажется своей задачей я справляюсь ну было бы тупо себе еще и не показывал бы никакие эмоции просто в суху сидел бы проигрывал украла классно я пропустил гол ну классно я забил гол сами понимаете да так что отчасти мне кажется я оправдываю ваши ожидания кто-то заходит реально посмотреть как у меня горит действительно горит next матч я буду играть не скажу с кем буду играть потому что я сам не знаю с кем я буду играть но в любом случае в третьем матче я постараюсь сделать все возможное и невозможное чтобы победить потому что по статистике в принципе пропусканий так уж и много типа один гол в матче то есть нет никакого разгрома там 50 меня сухую выносили как тот под конец мне кажется не хватает какой-то уверенности возможно вот уже с такими мыслями о том что я два матча проиграл уже буду не так сильно нервничать посмотрим никаких претензий к регламенту не имеем допустим джефф не играл фифу хуй знает сколько точнее не играл а не снимал а по факту он там грубо скажем каждый вечерок поиграл фифку и итоге скилл у него наоборот подрос с ранее с прошлым кубком фиферов и ставить его на такое дно и при этом давать баварию ну это какая-то имбаланса хуня как мне кажется то есть если бы я был организатором кубка фиферов чисто в теории я бы наверное сделал пик сборными вот это была прикольная теме кажется был бы раздор для своей команды намного шире то есть там даже если взять какую-нибудь уругвай там наверняка можно собрать топовый сквад типа сделать пик нациями допустим сделать ограничение в одного кумира это так просто мысли вслух возможно на коем следующий кубок фиферов какую-то такую идею можно было бы реализовать но это ни в коем случае не значит что что мне не нравится текущий регламент конечно было круто если бы я оказался на таком дне по-хорошему и пикнул бы первым команду тогда может быть дела бы пошли немного в другом русы но что же после драки там руками не машет ли как называется какой смысл часто обсуждать просто опять же мысли вслух на фоне пакцов высказываю надеюсь я вас не сильно утомил своим пиздежом сейчас будут спойлеры к матчу джеффа эту дротс если вы не смотрели можете промотать но у меня один вопрос как блять я вообще умудрился проиграть джеффу не ну видели в эту серию пенальти он ни разу не забил гол то есть все ударовые летели мимо красный тайм финишинг или чего не там короче максимально странная херня но джефф молодец в любом случае 22 против тут дротс это сильно так ребята пакцов практически не осталось у нас по сути один крыштяну только за столько паков вылетел ну как я и говорил это такой дикий рандом ну реально типа открываешь один пак крыштяну зеленый открываешь блять 30 паков просто ничего абсолютно так ну чё последний пакетик о по последней пакетики это что-то розовенькое аргентина интересно форвард боже ну ты чё кекаешь что ли карте бля 85 вот такой вот сквад у меня улетает два кумира клюверт пирло златан брагимович 90 и куба ну и конечно же минди 89 которую безумно жалко но все эти игроки у меня уже есть вместе 90 куба там 94 2 пака подарочный набор лучший выпуск 1 полетели тут какая-то тресня падает вроде как это шип шайптерс тайм шиптерс англия это тренд александр арнольд ну учитывая что это бич пак в принципе 88 рейтинг ну и завершаем это дело премиум кумиром давайте не знаю страшно блять опять голландия блять как меня любят голландцы ну только посмотрите сколько раз мне попадали голландцы вообще мне кажется всех голландцев вытащил кроме гулита и собственно кройфа ну ладно в андерсара в любом случае можно как-то заиграть как-то залинковать но в общем то ребята не везет в купе фиферов повезет в пакцах как говорится поймать криштиану аналду с первого пака это конечно это конечно нужно постараться сегодня к сожалению в остальном дроп был не самый приятный ну были какие-то прикольные челики но в целом как бы я для фона это делал опять же хотелось бы с вами вот некоторые подобные моменты обсудить будем играть дальше сегодня в день выхода этого видеоролика вы уже знаете кто мне достался в соперники буду изучать соперника осматривать лично я хотел бы попасться на какого-нибудь вилса кома на фениту и миллера тоже было бы прикольно такая заруба получилась бы интересная два поражения уже куда хуже куда хуже ребята так что буду стараться делать шоу кайфовать от процесса спасибо всем за просмотр и всем хорошего настроения подписывайтесь на канал и